Порой удивляешься тому, как щедро одарила природа Азахстан. И прежде всего, это уникальное географическое местоположение и природные богатства. Стоит только один раз посетить Казахстан, чтобы понять, насколько прекрасна и многообразна наша земля. Казахстан В Казахстане растет подлинное чудо природы – дикорастущий тюльпан, от которого пошли родом культивированные голландские тюльпаны. Ведущие ботаники и цветоводы мира утверждают, что именно Казахстан является первородиной тюльпанов. Так что есть очень весомый и красивый повод совершить путешествие в страну вольных дикорастущих тюльпанов – Казахстан. Казахстан 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 по праву может стать местом паломничества для любителей тюльпанов со всего мира, каким является, например, Япония для поклонников цветущей сакуры. Дикорастущие тюльпаны – подлинное украшение весенних степей. Апрельское цветение тюльпанов – зрелище такого великолепия, что захватывает дух. Тюльпаны среди зелени трав так прекрасны, что человека покидает чувство реальности. Еще вчера, казалось бы, ничего не было, и вдруг одним апрельским утром ты видишь это чудо природы. Многие считают, что родина тюльпанов является Голландия, но в Голландии ни одного своего дикого тюльпана нет. И все тюльпаны, которые растут в Голландии, это выведенные человеком, прародителями большинства из которых являются тюльпаны среднеазиатские, в частности казахстанские. Один из них – вот этот тюльпан, среди которого мы сидим – это тюльпан Грейга, самый известный, самый знаменитый тюльпан. Из него выведено около 300 сортов. И наша страна самая богатая по количеству видов дикорастущих тюльпанов. В нашей стране в настоящее время произрастает 36 видов диких тюльпанов. И большинство из них очень редкие виды – красивые, декоративные, нуждаются в особой охране, поэтому занесены в Красную книгу. Восемь видов являются эндемиками, то есть растут только в Казахстане и больше нигде в мире не встречаются. Всем известно, что тюльпаны не пахнут, но они создают аромат особого качества, запах радости и восторга, без которого не может жить душа человеческая. Недаром именно в пору цветения диких тюльпанов так много в небе птичьей трели. Может быть, скрытый запах тюльпанов умеют улавливать только птицы и оттого так радостно поют? Вот что за чудо такое – наши степные тюльпаны. А наша страна, она имеет очень большое богатство в дикой природе. И с тех пор, как наша страна стала независимой, те люди, которые впервые приезжали, стали писать о том, что здесь тюльпаны. Сделали маршруты специальные, стали люди ездить сюда смотреть, снимать тюльпаны. Это очень большой интерес вызывает. Я считаю, что это такая хорошая марка для нашей страны, хороший бренд – дикие тюльпаны. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Тюльпаны произрастают на большой территории, охватывающей Китай, Казахстан, Афганистан, Иран, Турцию и Грецию. Люди считают, что тюльпаны растут в Европе, но это произведенные человеком сорта тюльпанов. А основным центром тюльпанов нужно считать Казахстан. Там произрастают около 40 видов этого цветка. Уникальность состоит в обширной территории Казахстана, в каждой части которого растут тюльпаны. И дикий казахстанский тюльпан не может расти в Голландии по причине отличия климата. Как я сказал, большинство цветка не может расти в Голландии, потому что в Казахстане это очень холодно в winter и очень холодно в summer. И лишь одно вызывает чувство тайной досады. Мимолетное, краткое время цветения тюльпанов. Но приходит и другая мысль. Если нам дано это краткое счастье и любование тюльпанами, видеть такое совершенство, то это означает, что мы должны научиться ценить нашу жизнь и природу, как мимолетное, но прекрасное чудо. И тюльпаны всей своей красотой словно взывают к нам «любить и хранить их» как символ нашей вольности. Именно поэтому наши дикорастущие тюльпаны еще именуют «вольными». Стебелек пробивается из центра луковиц, а бутоны расцветают уже в апреле-май. Примерно через месяц в бутоне созревают плоды, разделенные внутри на три гнезда, в каждом из которых упакованы семена. Созревшая коробочка раскрывается с верхушки по трем створкам, и семена высыпаются на землю. Весной следующего года появляются новые юные тюльпаны, жизнь которых до первого цветения равна 10-15 годам. Тюльпан дикий – это особое растение, которое приспособилось к жизни в специфических условиях засушливого климата. Его развитие связано с коротким ранневесенним циклом, когда в почве еще достаточно много влаги, и выпадают весенние дожди. Потому что для его развития, как и для всякого любого другого растения, требуется особая влажность. Но у него подземная часть – луковица, которая живет много-много лет. И я много лет рассказываю уже о том, как надо относиться к дикорастущим тюльпанам, как их надо сохранять. Я просто всегда рассказываю о том, что вот это многолетнее растение, его жизнь тюльпана можно сравнить с жизнью человека. Наши дикорастущие тюльпаны, крупноцветковые виды, размножаются они семенами. И луковицами, как сортовые тюльпаны, не размножаются, не дают дополнительных деток. Вот я держу листочек этому растению 3, может быть, даже 4 года. До того, как тюльпан зацветает впервые в природе, проходит 12 или 15 лет. Это примерно соразмеримо с жизнью человека. После этого он зацветает впервые и, может быть, с некоторыми перерывами может цвести и плодоносить несколько десятков лет. 20, 30, может быть, 40 лет. Продолжительность жизни одного экземпляра оценивается в 50-70 лет. Примерно так же, как жизнь человека. Если вы хотите понять сердце Казахстана и его народа, то вам стоит проехать более тысячи километров от Западного Казахстана до Красной Горки в Южном Казахстане и продолжить свое путешествие до заповедника Аксу-Джабаглы и далее до Восточного Казахстана. И это надо сделать в апреле, в пору цветения дикорастущего тюльпана. Этого совершенного цветка, так хорошо оттеняющего белорозовые тона цветущей вишни, изумрудную зелень степных трав на фоне синего неба и снежных вершин заилийского латау, чтобы понять всю красоту природы Казахстана и его неповторимые географические ландшафты. И поведет вас по этому пути царственно цветущий тюльпан, созерцание которого наполнит вашу душу особым трепетом перед щедростью и красотой природы. Я приезжал в Казахстан и проводил работу по изучению дикого тюльпана. И для своих исследований я выбрал именно казахстанский тюльпан. Я вел свои работы на протяжении трех недель и встретил около 40 видов дикорастущего тюльпана, прародителя голландского и других тюльпанов. Это была незабываемая пора цветения этого прекрасного цветка. Уже со времени первого тысячелетия нашей эры вольные степные тюльпаны начали свое победоносное шествие по шелковому пути и со временем распространились по многим странам. Вначале они достигли двора китайских императоров, где почитались как цветы с сакральным смыслом. Ими украшались особо торжественные трапезы. Образы тюльпана дикорастущего можно разглядеть и среди растительного декора знаменитого на весь мир Тадж-Махала – архитектурного и культового сокровища, построенного великим монголом-тюрком Шахом Акбаром для своей возлюбленной Мунтас-Ханом. На юго-западе тюльпаны с караванами купцов дошли до арабских стран, где стали украшением дворцовых садов. В Европе тюльпаны появились во дворах мусульманских правителей Мавританской Испании, Кордове и Гранаде. Позже, уже перевезенные на кораблях венецианских купцов, они появились в Голландии, где среди богатых семей началась настоящая тюльпановая лихорадка. Достаточно сказать, что за одну луковицу тюльпана отдавали целое состояние. Многие доходили до разорения, но за обладание этим экзотическим и прекрасным цветком отдавали последнее. Так тюльпан дикорастущий степной начал культивироваться в Голландии и стал прародителем тысяч голландских сортов самого невероятного цвета и формы, чтобы покорить весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Тюльпан Грейга Тюльпан Грейга — один из наиболее распространённых тюльпанов. Считается, что это казахстанский тюльпан, потому как в дикой природе он наиболее распространён в Казахстане. Также к казахстанским тюльпанам я могу отнести тюльпан Кауфмана, также тюльпан Шренка, распространён в Казахстане, в восточной части страны. Здесь, в Европе, этот тюльпан пользуется большим спросом. Также Казахстан является родиной тюльпана Колпаковский. Я думаю, что все тюльпан были оригинальны от этого группы тюльпан. Казахстан Я занимаюсь тюльпанами всю мою жизнь. Мой отец также был цветоводом, и я продолжаю это наше семейное дело. Сегодня выращивание цветов — это моё основное занятие. Сортовой тюльпан, в отличие от дикого, отличается тем, что для получения цветов отличного качества потребуется не более двух-трёх лет. Дикий же тюльпан начинает свисти не сразу. Но эстетическая ценность цветов дикого тюльпана намного выше. История тюльпана в Голландии говорит о том, что сюда тюльпан попал из Казахстана. А уже в Голландии дикий тюльпан одомашнили и вывели новые сорта. Но все эти сорта происходят от одного и того же предка, от одной земли. Вокруг тюльпанов много легенд и мистики. Сакральную тайну тюльпана хранит в себе и сам бутон цветка совершенной формы, закрытой на заре, открывающейся в полдень или смыкающей лепестки на закате. Такая природа цветка ассоциировалась с циклами жизни человека. Как бы ни восхищались голландскими тюльпанами, их многоцветиями и аристократичностью форм, но у них никогда не будет того, что есть в диких тюльпанах Казахстана. Степные тюльпаны выросли на воле. В них до сих пор живет дух первозданности. Стоит только представить на миг, сколько стойкости понадобилось им, таким хрупким и ранимым, на первый взгляд, чтобы пережить все катаклизмы далеких эпох, сохранить верность суровым условиям резкоконтинентального климата великих степей и выжить лишь для того, чтобы радовать нас, нынешних людей, и учить нас воле и верности родной земле. Взрослые растения, луковица, одетая чешуями. И вот чешуи эти продолжены до поверхности почвы, вот на всю глубину. И получается, что стебель одет как чулком, защищен от высыхания, от подмерзания. Вот каждая чешуя, она продолжена, это только у пустынных видов, продолжена до самой поверхности почвы. И будет более глубоко, на 30 сантиметров, и все равно вот эта чешуя продолжена, и такой чулочек вокруг стебля. Видите, ему не жарко, и испарение не идет. Это приспособление. Это молодое растение, не цветущее, это взрослые, уже которые много лет цветет. У этого растения идет углубление, луковицы, а у этого каждый год на одном и том же месте она уже не углубляется. Это уже взрослые. Вот этой особой красоты не отнять у диких тюльпанов нашей страны. Ибо сколько ни культивируют в парниках даже самые чудесные тюльпаны. Но они созданы для продажи. КОНЕЦ В целом тюльпаны можно разделить на две группы. Первая — это сортовой тюльпан, предназначенный для разведения и продажи. Такие тюльпаны, наверное, составляют 90% от всех тюльпанов. И вторая группа — это видовой тюльпан, растущий на воле в дикой природе. Это казахстанские тюльпаны Хауфмана, Грейга, также тюльпан Шрэнк, который в основном произрастает в Казахстане, в окрестностях Астаны, но также его можно встретить и на территории России. Вольные тюльпаны Казахстана созданы для созерцания их в природе, в краткое время естественного цветения. Только при виде диких тюльпанов понимаешь, как прекрасна жизнь своей мимолетности. Наши тюльпаны учат понимать вечность. Когда впервые видишь дикорастущий тюльпан в степи, обдуваемый легким ветерком, невольно думаешь, а что с ним станет, если подует сильный ветер? Ведь по виду тюльпан так хрупок. Но он вновь удивляет нас. При буре тюльпан закрывает свои нежные лепестки в бутон, имеющий идеально обтекаемую форму, и потому сильный ветер ему нипочем. Ах, как мудра природа! И милосердна к своим прекрасным созданиям, что научила тюльпан быть ветростойким. Но если быть уже совсем мистиком, то можно допустить и такую мысль, что тюльпан сам научился сопротивляться непогоде и для того, чтобы сберечь свои семена от преждевременного осыпания. Иначе говоря, он, как и человек, имеет инстинкт самосохранения. Может быть, именно поэтому тюльпан издревле наделяли таинственными свойствами, некой магией или божественной сутью. И я всем рассказываю, что это нужно сохранять. Почему? Потому что это наше достояние нашей страны, это наше богатство, это уникальное достояние. Жители нашей страны, естественно, это все богатство видят, они считают, что это в порядке вещей, но жители других стран, они просто со слезами умиления на это смотрят. Какие у вас просторы необъятные и какие у вас необъятные заросли, миллионы диких тюльпанов, которых нигде в мире больше нет. Сохранять не только для того, чтобы красоту сохранить дикой природы, а сохранить для того, чтобы можно было использовать, чтобы наши дети, внуки, правнуки, наши потомки это видели и могли использовать это в обаланах своей страны. Так же, как дикое яблоня, которое является прародительницей всех культурных яблок. И так же наши тюльпаны, вот тюльпан Грейга, тюльпан Кауфмана и тюльпан Шенка, который растет в окрестностях Астаны, они являются прародителями сотен культурных сортов тюльпана. Поэтому это наше достояние, это наша гордость. КОНЕЦ Где бы ни побывал наш тюльпан за века своих скитаний, когда согретый человеческими руками прошел великим шелковым путем, сам своей красотой согревая усталую человеческую душу и от степной родимой земли пересаживался на корабли и пересекал моря, завораживая всех своей колдовской красотой, когда хранил в сердцевине своей луковицы все цвета земного мира и потом в пару цветенья отдавал эту фантастическую феерию многоцветия своим нежным, крупким лепесткам. Наш тюльпан, став королем всех цветов и символом тысяч ожидаемых весен, венчая своим неповторимо прекрасным бутоном саму любовь, навсегда оставил свое трепетно-пламенное сердце здесь, на земле Казахстана. Субтитры создавал DimaTorzok Казахстана 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 Казахстана